всем привет меня зовут елена я сейчас нахожусь подмосковном спа отеля и хочу записать здесь для вас свою историю успеха о том как я сменила профессию после 40 лет ушла из маркетинга войти успешно но при этом у меня нет технического образования я знаю что сейчас в россии женщина после 40 лет очень сложно искать работу и я думаю что моя история она может быть кого-то нос подвигнет на какие-то шаги или просто поможет выборе новой профессии я одета тепло потому что в москве похолодало и сейчас плюс 10 и может начаться дождь у меня здесь под крышей около речки и еще тут могут летать комары так что если что не обращайте внимание я буду махать руками ли и у меня есть еще небольшие тезисы записаны на бумажке я буду немножко подсматривать начну с того что когда я закончила школу в 17 лет у меня был выбор мне нужно выбирать куда идти учиться я совершенно не понимала чем не заняться но так как это было время когда советский союз рухнул в девяносто первый год все шли туда где платили деньги юристы экономисты и я таким образом тоже поступила в екатеринбург в институт народного хозяйства на специальность коммерция то есть я по профессии экономист я кончу институт я работала в банках в 10 лет в региональных потому что я жила на урале а потом когда переехала в москву я уже стала работать в офисах московских банков занимаясь продакт девелопментом это разработка продукта для ритейла и маркетингом то есть у меня в основном работа была связана с маркетингом с продвижением продуктов с рекламой буквально я могла сидеть и писать рекламную брошюру по вкладам или еще по каким-то продуктам и принципе техническая сторона моих проектов она всегда была но не не четко выражены хотя технологии меня интересовали и когда где-то середины 2000-х годов стало ясно что мир все больше и больше уходит сторону айти сторону софтвора а в том плане что в принципе любая индустрия где ты работаешь там здесь сейчас есть софт и его нужно разрабатывать его нужно тестировать и так случилось и с моей работы когда я работала в отделе разработки продуктов для ритейла это кредитные карты дебетовые вклады то естественно продукт он живет в какой-то системе эту систему нужно разрабатывать и нужно тестировать нужно обучать сотрудников фронт-офиса как работать в этой системе и и частично все эти задачи они на меня ложились как на менеджера по продуктам соответственно все больше и больше я стала тратить времени на работе общаясь с айтишниками я ставила требования к системе то есть я говорил мы хотим чтобы вот система работала так то чтобы пользователь конечно мог зайти и там нажав такую-то кнопку заполнить такое-то заявление чтобы было легко чтобы ему было удобно и вот таким образом я какие-то шажочки получается делала в сторону доработки программного обеспечения в 2007 году я первый раз поехала отдыхать в сша и буквально влюбилась в эту страну я была сан-диего в калифорнии места в которые влюбиться невозможно и по возвращении я как-то стала думать что вот было бы классно поработать в этой стране пожить там какое-то время я естественно стала интересоваться информацией на форумах и однажды встретила форум говорим про юэс и там увидела ну какие-то сообщения от михаила портнова я вот так узнал про его школу тестирование в силиконовой долине и когда уже у михаила появился канал я естественно стала постоянным зрителем этого канала потому что мне нравились принципе и жизненная философия михаила и то как он относится к студентам и как он рассказывает о стране то есть для меня было очень много интересной информации то есть я такой зритель канала с 2009 года один из стражилов и собственно говоря видя вот эти истории успеха студентов михаил я подумала а чем я-то хуже я тоже могу работать в передовой технологии востребованной по всему миру я стала задумываться мне уже 40 допустим да сейчас мне 43 мне 40 я сижу в банке пишу рекламные брошюры и я прекрасно понимаю что молодежь которая приходит в банк они очень энергичные они с хорошим образованием у них свободный английский и если я хочу быть на плаву и иметь какую-то профессию на руках который меня будет кормить и в 50 60 лет и при этом я хочу быть востребованной я хочу быть экспертом в своем деле я хочу заниматься интересными делами а самое главное я очень хотела работать в технологиях работать как говорится в какой-то индустрии который является пионером на рынке мне вот это важно потому что это интересно и ты как бы прикладываешь свою руку к тому что ты меняешь мир и я всегда этого хотела я стала задумываться но вот вроде бы у меня ведь есть уже проекты я ставлю требования потом провожу от это тестирование приемочное для бизнеса почему я не могу полностью погрузиться в тестирование я стала думать ok мне ничего не мешает это сделать и когда у меня появился крупный проект по одному из моих продуктов когда нужно было переносить продукт из одной системы в другую то я как бы уже повела себя как такое настоящий тестировщик я пошла на курсы онлайн тестирование в москве я стала читать книги прочитала савина тестирование.com для начинающих я считаю это лучшая книга и параллельно с проектом который у меня шел на работе я стала применять знания которые получила на курсах и которые почерпнула в литературе и я конечно смотрела видео михаила у него есть бесплатный курс на русском языке его я тоже просмотрела и в принципе когда проект закончился это был апрель пятнадцатого года у меня было такое ощущение что я уже просто гуру в тестировании но я получается одной ноги в маркетинге до сих пор потому что я в отделе где разработка продуктов маркетинг реклама коммуникации с клиентом а вроде бы другой ногой я уже войти в тестирование но меня технического образования я думаю что если я уйду из банка и начну вдруг искать работу как тестировщик у меня будет очень маленькая зарплата мне может быть возьмут жену в лучшем случае мне нужна была какая-то помощь профессиональная чтобы определиться вот совсем вот этим скоупом задачи я наняла себе коуча опять же благодаря блогеру татьяне генерала которая успешная студентка михаила портнова я у нее увидела рекомендацию этого коуча на linkedin и воспользовалась этой рекомендации и моим коучем была женя из хьюстона женя если смотришь привет спасибо тебе огромное и женя мне помогла разобраться со всеми этими вопросами а вопросы были следующие уходить войти или нет если да то когда нужно ли получать второе выше нужно ли мне идти в тестирование а может быть мне уйти в project management и мы со всеми этими вопросами разобрались и женя мне сказала ну такую подсказку дала что ленты если будешь уходить на рынок искать работу с нуля тебе будет тяжело это действительно упадешь зарплате для тебя сами самый мягкий переход это находясь в своем же банке попробовать из маркетинга перейти войти это будет меньше стресса ты можешь сохранить свою зарплату ты знаешь людей ты знаешь окружение тебе будет намного легче и вы знаете я последовала этому совету тут случилось просто чудо я зашла на интернет на внутренний сайт банка и увидела вакансию для сотрудников в тестировании именно тест менеджером я очень сильно переживала боялась я написала письмо начальнику отдела приложила там свой профайл на linkedin важный еще момент у меня уже к тому времени было написано статья о тестировании как начинающие я тоже на нее дала ссылку и он когда все это прочитал он сказал да случай интересный очень нестандартно потому что он говорит и зайти в бизнес люди переходят но чтобы из маркетинга войти это большая редкость и не каждый это может сделать в итоге мы пообщались и он пригласил меня свою команду я была просто счастлива начальником его зовут алексей если у меня смотрит тоже большой привет я огромное благодарны за то что мне поверил и в итоге я уже почти год в августе будет год работаю в киев тестирование программное обеспечение я тест менеджер и у от координатор у меня уже сейчас идет третий большой проект занимаюсь я всем и найм тестировщика в том числе начинающих и анализ и тест анализ и дизайн тест кейсов и тестирование и менеджмент дефектов но ее от то есть я помогаю бизнесом я стала тем мостиком между бизнесом айти который помогает как бы разговаривать на одном языке айтишником и бизнесу и я помогаю бизнесу получать тот продукт который они хотят именно софтверный я очень рада потому что я получила международную конвертируемую профессию зарплате я нисколько не потеряла я осталась том же доходе у меня есть возможность работать с инновациями наш банк работы со стартапами я уже принимала участие в тестировании новинок стартапов в биометрии сейчас очень много на рынке всего нового интересного и только перейдя войти у меня я получила возможность во всем этом работать разбираться с этим потихоньку это конечно не просто я сразу говорю без технического образования в тестировании сложновато нужно очень многому учиться учиться постоянно у меня вот сейчас на два года запланирована различная учеба начиная там от тестирования в приложении заканчивая автоматизации я не буду кодировать но понимать как устроена автоматизация тестирования какие технологии какие инструменты мне это нужно для работы очень нравится направление ся сиди это авто диплой это continuous integration continuous development там тоже очень много сейчас инструментов создается и фреймворков и мне тоже у нас команды на джайли которые на скроме они с этим работают и так как я тест менеджер мне тоже нужно это все знать понимать то есть я абсолютно счастлива я знаю что уедете я завтра в америку там или сингапур то я найду работу за месяц за два точно именно в киеве английскими нормальной вот и вы знаете что я хочу сказать вот эта смена профессий вот этот подъем воодушевление уверенность себе просто очень серьезная появилась и вот на этом подъеме так получилось что я это уже рассказывал на десерт туда смотрел до конца я встретила человека которого полюбила и мы с ним поженились мы создали семью вот буквально в декабре прошлого года и самое удивительно что мой муж он работает тоже войти он работает у них тестирование но он скром мастер то есть он тоже работает с доработкой софта и он конечно мне советовал и поддерживал и верит меня это большая поддержка то есть понимаете когда вы стоите на перекрестке своей судьбы его не знаете в какую сторону пойти чем дольше вы стоите тем сложнее решиться а когда вы решаетесь то судьба она начинает преподносить сама вот эти все нужные моменты нужных людей чудеса начинают происходить буквально причем не только в сфере профессиональной но и в личной там и финансовые прочее 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 вот кстати я сейчас в этом спа-отеле в подмосковье это я себе сделала подарок в честь года работы в киеве и в честь ну той благодарности которая получила от руководства недавно за хорошую работу уже как тест менеджер и для меня это наивысшая похвала и большое удовольствие понимать что несмотря на все сложности я смогла сменить профессию и я сейчас смотрю будущее с уверенностью с интересом и я знаю что на ближайшие 10 лет вот я просто вижу свой путь свою карьеру и я знаю что я смогу быть на плаву всегда и работать в любой точке земного шара мне не нужны никакие лицензии ничего потому что у меня теперь вот такая великолепная профессия еще раз огромное огромное спасибо михаилу портнову я всем говорю что я стопроцентный продукт михаила портнова потому что если бы не он я думаю я бы никогда не ушла в киеве я бы даже не знала об этом вот но так что заканчиваю всем желаю удачи всем пока счастливо